Товарищ генерал-майор, личный состав Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела по случаю открытия здания построено, доложил начальник Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела, подполковник полиции Тухтаров. Оркестр, ленточка, сотрудники железной дороги и линейного отдела. Полицейские стоически выдержали торжественную церемонию. Не месяц май. Но душу грело то, что теперь уже бывшие, разбросанные по всему району структуры отдела, слились воедино в одном здании. Ключ от этого здания не заглачен. Или неделю? Денег больше нет. Железная дорога несколько раз откладывала открытие. Финансовый кризис, а тут еще реформа милиции в полицию. В новое здание сотрудники въехали в обновленном составе. Прежде чем требовать с подчиненного личного состава отдачу, необходимо предоставить и создать соответствующие условия. На сегодняшний день в процессе реформирования мы практически полностью сменили руководящий состав линейного отдела Санкт-Петербурга-Витебского. На трех этажах все основные структуры линейного отдела. На вокзале оставили лишь дежурную часть. Так оперативнее можно разоблачать нарушителей. Что, например, делать за цеперами? Единого решения нет. Искатели приключений на свою голову пока только штрафуют. А вот с нарушителями посерьезнее работа ведется вовсю. Совсем недавно задержали преступную банду, которая воровала металл прямо со столбов. Беды чудом удалось избежать. Хищение этих противовесов, в том числе и на главном ходу между Санкт-Петербургом и Москвой, сорвало пантограф с высокоскоростного поезда САПСАН. И только после счастливой случайности никто не пострадал. Открытие этого отдела начальник транспортного управления при МВД генерал Каширин назвал историческим. Таких зданий со времен развала Советского Союза не строили. В планах улучшить службу сотрудников линейного отдела Сладожского вокзала. Сергей Семенов, Виктор Лостовец, Григорий Павлов, Новости 24, Петербург. Субтитры создавал DimaTorzok